Врачи сами, как вы думаете? В штыки, я думаю. Ну я же не собираюсь его лечить. Я не знаю, как это делать. Иногда приходят ответы какие-то, что ему делать. Но иногда он не может ответ прийти. И я не могу знать того, что я никогда не знал. Никогда хотя бы мысленно не понял, что это такое. В голове не прочитал, не увидел. И поэтому как объяснишь неведомое, необъяснимое. То есть я не веду этого. Я не могу его объяснить. Поэтому объясняю так, как я понимаю. На русском языке, а не на китайском. Знал бы китайский, я на китайском объяснил, если бы что-то спрашивал. Поэтому я ему объясняю, но этому человеку на русском. Мой мозг не может этого понять. Он не знает. Ну правильно. Я просто извините. То же самое и с науками. Я чуть-чуть пять копеек буквально вставлю. Потому что где это ценно? Где такое знание просто необходимо и могло бы сочетаться с традиционной медициной? Когда у вас там вы порезали палец, понятно, что это палец и он порезан. Когда заболело сердце, понятно, что заболело сердце. Но когда человек испытывает общую слабость постоянно, нужно первично диагностировать, что у него не то. То ли это печень плохо работает, то ли легкие плохо дышат, то ли сердце обороты не добирает. И где искать причину вот этой общей слабости и общей усталости и такого недомогания? Вот тут-то на уровне первичной... Я запомню, запомню. Сердце не набирает обороты. О, хорошая медицинская вот эта такая фраза. Я ее буду использовать. Хорошо, спасибо. Я говорю, что вот здесь, наверное, на стадии первичного диагноза при непонятном направлении исследований для окончательного диагноза, конечно, такие люди как Тоно были бы просто незаменимы. Если бы врачи с этим согласились, да? Так вот у нас самый главный момент, если бы врачи с этим согласились. А может, мы их не будем спрашивать, а спросим у людей? Ну, может быть, потому что все равно это не окончательный диагноз поставит врач. Но ему упростили уже условия поиска. Вот сижу я, например, я, например, могу, машины иногда бывают, если мне задают четкий вопрос, быстро отвечаю, я рассказываю, какие проблемы с машиной, то или иное. Ну, практически всегда угадываю. У меня просто был случайный случай, я сижу в заведующей отделении банка, и что-то там мы сидим, разговариваем, и вдруг она говорит там что-то, что-то. А, приходит какой-то менеджер, говорит, давайте ключи от сейфа. Она говорит, ключи не у меня. Он говорит, там в ящике. Ищут? Нету в ящике. Все стоят безумевшие, нету ключей от сейфа. Я говорю, первый ящик справа, вон там ключи найдете. Все на меня смотрят таким, знаешь, каким-то странным. Идет. Тодор, я понял. И находит ключи там, возвращаясь. А ты, говорит, откуда знаешь? Я говорю, откуда я знаю? Вы спросили, я вам сказал. Тодор, у нас есть одна дама, одна дама, Тодор, вы знаете, она потеряла себе какое-то кольцо. Давно потеряла, не может найти. Мы к кому только не обращались, и к Серебрякову, и к Ларисе Суверон, не может найти. Может, вы поможете? Да не сейчас. Она его не найдет. Вот так. Она потеряла. Все, об этом... Трава, трава, трава. Она в траве потеряла. Она не знает. Ясно. Все. Ладно, договорились. У нее длинные, у нее длинные и тонкие пальцы. У кого? У этой женщины? У этой даны, да. Не помню. Про пальцы не помню. Это явно был корпоратив на природе. Не знаю. Просто уронила. Оно было, болталось у нее постоянно. Ни сейчас, ни случай. Как эти духи, как нам надо функционировать, как надо взаимодействовать с духами? Скажите еще раз. Есть люди, которые призывают себе духов, и они им помогают в каком-то там, не знаю... Я хочу сказать, что есть люди, которые призывают не только духи, есть люди, которые создают себе некую энергетическую, энергетические, как сказать, оболочки вокруг, и потом они становятся жертвой, это то, что они создали. Они живут этим миром, который сами создают. Я всегда стараюсь, как усеку такое из этих моих коллег, я стараюсь потом от него избавиться, от этого человека, не общаться, потому что он становится скучным этим человеком. Он начинается самым выедаться, он ничего не изучает, он живет в этом искусственно придуманном своем мире. И в этой энергетике она его высасывает, и он туда вкладывает все, и думает, что он чего-то, что-то, куда-то, где-то общается. Он ни с кем не общается, этот человек. Именно вот этот человек общается с своим собственным мозгом. Он уже ушел-то, никаких духов в нем нет, у него просто пустая голова. Свой мозг придумал нечто, и он там живет. Если человек немножко отойдет оттуда, вернется назад, в бытовую обычную жизнь, обратиться к природе, все духи, вся энергетика, это вокруг нас, она в природе, она в каждое дерево, в каждой птице, в каждое животное, она в солнце, в луны, везде. Обратиться туда и постараться себе отдаться этой природе, и также природа ему вернет все. Тогда он поймет чего-то, что-то. Тогда можно сказать, что он обращается с энергетикой, дух – это энергия, обращается с энергетикой природы, которой действительно есть многообразие, огромное количество многообразия. Вопрос, что ты, кому ты обращаешься, что ты поймаешь, и как ты поймешь это. Но то, что многие люди создают некую себе нечто, и они там это живут, то есть однозначно, сто процентов они разговаривают со своей головой. У них ничего нету, они ничего не видят, потому что они из дома не выходят. Как он может общаться с природой, когда он дома сидит? Извините, в лесах Папуа Новой Гвинеи живут такие папуасы замечательные, особенно в запретном треугольнике, так называемом, которые постоянно общаются с природой, живут на природе, и они должны быть уже такие светлые личности. Но эти светлые личности друг друга поедают, там потихоньку головы друг от друга коллекционируют. Это такая крайность, с которой я не хочу сказать, что... Это другой вопрос, даже, как сказать, другие аргументы сейчас не могу сказать, потому что у меня нет слов. Но дело в том, что если бы они имели другую культуру, другое воспитание, это бы не было. Я говорю о тех людях, которые адекватные, которые нормальный, цивилизованный человек. Я о них говорю, которые себе вообразили, что они есть лечители, есть экстрасенсы, они есть там ясновидящие. Они ничего не видят. Они только в своей главе идею видят, которую придумали. Есть люди, которые действительно видят, которые никогда не будут этого говорить. Он просто это делает. Я ему верю, потому что по разговору, по общению через два-три раза я начинаю видеть, что человек что-то делает. Он мне отвечает вопросы, которые он не знает, а которые я знаю. Значит, человек вошёл в ритм, вошёл в некую систему, вошёл в некую энергетику, и он мне со мной считывает, от меня считывает информацию. Это получается, когда два человека работают, нашли между собой контакт, они без слов друг друга понимают. А другие друг на друга орут и не могут понять, что надо делать. Потому что у них, они не считывают своих мыслей, они ничего. У них только словами друг друга понимают. А другие люди понимают без слов. Просто даже руку поднял, он голову кивнул, всё понятно, о чём речь идёт. И даже говорить не надо. Это люди, которые мысли друг другу читают. У них одна частота, одна вибрация. Это значит, они читают мысли. Вы знаете, просто поделюсь опытом. На самом деле, вот такое происходит с парами радиоведущих, которые подолгу сидят в прямом эфире. У меня большой опыт работы именно в паре с ведущими. И когда ты по три, по четыре часа на радиошоу ведёшь, сначала ты объясняешься при выключенных микрофонах. Сейчас сделаем то, сейчас сделаем это. Где-то на второй год наступает такое состояние. Вы не разговариваете. Абсолютно. Ты посмотрел, а партнёр уже понял. Или он на тебя посмотрел, а ты уже понял, о чём речь идёт. То есть вообще ни слова не произносится, можно микрофоны не выключать. Мы отлично, посмотрел, и всё, я понял, что надо делать. Это есть считывание информации. То же самое происходит, наверное, и с супругами, которые живут по 50 и более лет. Не со всеми. Ну, это очень плохо. Это плохо что? Ну, конечно, плохо. Ты пришёл с зарплатой, с супруга знает, сколько у тебя все денег. Какая зарплата? Ты 50 лет с ней прожил, а у тебя уже зарплаты никакой нет. Нет, это я с другой живу сейчас. А я её научил, моя она считывается, когда я деньги приношёл. Я ещё не вошёл, в две секунды она стоит, говорит, всё, давай, сколько принёс. А я говорю, ты откуда знаешь? Она говорит, я чья жена. Ну, от кого поведёшься, да, я хотел сказать, экстрасенски вокруг одни экстрасенски. Даже сумму называет, сумму называет. Представляешь, вот всё, от неё ничего не спрятаешь, научилась. Ясно. Это не всегда хорошо. Я вам сказал, более того, не всегда хорошо. Всё-таки супруги должны в какой-то момент друг для друга становиться неожиданными. Если они вот так вот уже и разговаривать даже перестали, только взглядами обменялись и всё поняли, то это, наверное, уже скоро к разводу приведёт, потому что это такая скукотища, что лучше так не жить. Конечно. Поэтому гораздо лучше, когда супруги друг для друга вдруг становятся неожиданными, да, какие-то сюрпризы друг другу преподносят, да. Так тогда жизнь может продолжаться, семейная. А так, ну что, так заканчивать надо уже. Всё, ребята, да. Ну, что касается вот этих всех этих дел общения, я считаю, что каждый человек, если он выбрал это стезию, это так, или профессия называется, или что угодно, без разницы, всё зависит от его культуры, его человечности. Потому что, как говорится, в любой профессии есть и хорошие люди, и честные, и открытые, есть и мошенники. Также и в этой сфере есть, называемые так, шарлатаны, мошенники, есть и вообще скромные люди, работающие, честно работающие. Везде их разные. Но, опять же говорю, тут надо очень, вот этот барьер очень тоненькая, как сказать, очень тоненькая какая-то вот перегородка, что ли, я не знаю, такая, даже не знаю, слова не могу найти. Когда человек может перейти от реальности к сумасшествию, и всё, он назад вернуться не может, очень трудно. Вот с ним нельзя разговаривать, с ним нельзя дружить, с ним нельзя общаться. Вот я пытаюсь с некими коллегами-экстрасенсами общаться, я не могу с ним общаться. Они мне вечно говорят о каких-то там, куда-то что-то он сидел с этим духом, общался с этим, блин, ну достаньте от меня. Вот, давайте что-нибудь нормальное, говорит по-человечески, что у меня твои духи, у меня свои духи есть. То есть, в принципе, должна быть взаимосвязь между миром духов и нормальным миром, и эта взаимосвязь должна работать. Если эта взаимосвязь потерялась, всё, человек уходит от нас куда-то непонятно куда. И сам он уйдёт в своей фантазии. И я хочу жить свою человеческую жизнь, потому что у меня есть друзья, я хочу с ними общаться. Если есть дело, значит всё, идём, делаем, опять вернулись, сделали, вернулись. Зачем жить там? Там не надо жить. Там не надо жить здесь, мы здесь родились. Ну, Тодор, вы знаете, я своему сыну это говорил постоянно, который проводил какие-то совершенно невероятные количество времени за компьютерными играми. А компьютерные игры сейчас настолько реалистичны, что их не отличить от телевизионной картинки, от реальной. А когда ещё большой широкий экран и постоянное действие, которое от тебя там зависит, я ему сказал, ты пойми меня правильно, что в какой-то прекрасный один момент ты настолько уйдёшь ментально, мозгом в эту компьютерную игру, что ты выйдешь на улицу, а там будет та же компьютерная игра. Я говорю, только это я буду понимать, что ты ушёл в виртуальный мир окончательно, у тебя мозг перевернулся, а остальные тебя объявят сумасшедшим. Ну, наверное, так. Я, честно говоря, вообще не играю. У меня ни одной игры нет, я даже не знаю, как играть. Ну, я просто говорю о том, что мир всё-таки вокруг нас во многом таков, каким мы себе его представляем. Ну, это нужно для манипуляции мозга людей, для управления людей, потому что если человек это не играет, это не делает, значит человек начинает думать, а думающий человек – это опасный человек. Думать вредно. Мы ушли к теории всемирного заговора уже. Это конспирология. Оно так и есть. Человек на сегодняшний день, личность, когда человек хочет стать личностью, хочет стать некто, конечно, он враг, он враг номер один против всех, потому что он не подчиняется толпой, не подчиняется толповому мышлению, не подчиняется теми законами, указами, те, которые есть, существуют. Да, он их исполняет, но всё равно он не подчиняется по внутренним качествам. И это и есть тогда человек личность, который живёт, изучает чего-то, что-то делает, пытается, и в то же время он что-то даёт. Он не стал толпой. А на сегодняшний день всё, что происходит, надо сделать толпа, людей сделать в единую массу, которая управляется. Значит, есть секты, эта толпа секты управляет, это, это, это. То есть, есть, как говорится, такая структура, которая всё потом всё это управляет. Я просто приведу так наглядным примером. Например, я не хочу платить налоги, но я их плачу. И второй вариант. Я захотел платить налоги. Ну, это, это, это уже что-то, в больницу надо сходить. Да, в больницу, вот я об этом и говорю. Предел управляемости тогда уже, да. И вдруг я дошёл до того, что, ну, на этом строятся все тоталитарные режимы, на самом деле. Как бы там, где идёт ограничение свободы, и человек сам добровольно идёт на ограничение свободы. Ну, как в Германии сделали. Ну, а нет, а зачем как в Германии? А как в России сегодня, когда был последний опрос насчёт того, надо, надо ли в России вообще отключить интернет? И что-то там 50 с чем-то процентов сказали, надо отключить интернет. Давайте отключать. То есть, давайте лишите нас всего. Ну, если это 50 процента, я знаю два человека, себе и мою жену. Значит, мы должны попасть обязательно. Её спросить или меня? Спросить, выключить интернет. Ни её, ни меня, ни моих знакомых не спрашивали. Это как они оценили? Нет, ну, это социология. Есть выборная, как бы, репрезентативная группа, так называемая. Да я сомневаюсь. Ну, спрашивали, если спрашивать все бабушки в деревне, надо ли интернет, конечно, все сто процентов скажут, а что это и зачем. Ну, да. Но их спрашивали надо или нет, на самом деле. Хотя они этим не знают и не пользовались. Но, тем не менее, во многих других позициях общество идёт на самоограничение. Германия – это только такой самый типичный образец. Нет, я хотел сказать по Германии другое. То, что там у них очень интересная психология. Когда был несколько раз, мне там объяснили, что человек, так его воспитали с тех времён, по-моему, с Гитлера ещё, закладывает каждого человека. Почему? Он его по-нашему закладывает, по-ихнему не закладывает. Потому что считается, что если немец платит налоги и сделал что-то правильно, то почему, если он увидит, кто-то другой не делает правильно, он имеет право на это. Значит, я делаю по закону правильно, а ты делаешь неправильно. Ты не имеешь права. Я скажу, что ты неправильно делаешь. И вот у них вот так это всё, и такая пирамида получилась. И каждый получается каждого закладывать. И ничего лишнего. То есть не в обиде ничего. Просто закладывать. Если ты идёшь по улицу, и не дай бог твоя собачка накакала, обязательно какая-нибудь бабка, сука, будет стоять на окне, прошу прощения, смотреть, как ты гуляешь. И если ты какашку не соберёшь, то это 500 евро. Моя знакомая говорит, Тодор, не дай бог, если ты какашку не заберёшь. Я думаю, как забрать. Вот тебе перчатки, вот все. 500 евро будет стоить, я буду платить. За тобой смотрит. Как собака пошла, все сидят в окна, специальные бабки нефиг им делать, они сидят смотрят. Другие тоже смотрят. То есть так воспитаны здесь. Но это правильная вещь, на самом деле. Я согласен, я правильно. А почему у меня под окном должны валяться чьи-то какашки? Я согласен, правильно. Это может быть в область социальной психологии, на самом деле, сейчас. Они так воспитаны. И они считают, что правильно заложить другого человека. У нас как-то считается это неправильно. То есть монталитет там у них такой, у нас такой. В Америке другой, наверное, везде. Это ближе к гештальту определенному, скажем так. Это из уровня подсознания. Сознание уже ушедшее в подсознательную константу. Потому что они, может, уже не осознают, что вот это правильно с точки зрения закона. Я плачу налоги. Вся эта логическая цепочка у него через мозг уже не проходит. Просто на уровне даже не рефлекса, а подсознательного. Так, значит, раз так, значит, надо этот штраф сделать. Я зашел к нему, смотрю, батарея стоит, да, греет. И стоит там на батарее какая-то контролер. Я говорю, что такое? Он говорит, контролер тепло. А я говорю, что он дает? Я говорю, по него плачу. И говорю, как ты платишь? Он говорит, вот здесь стоит в середине. Вот сколько тепло, я плачу. Я говорю, тут самая такая средняя температура. А я говорю, я его снял, положил на окно. Я говорю, он тебе и все, тебе платить не будет. Ты что, с ума сошел? Я говорю, зачем тебе платить? Сколько колонны? Это уже, мы ушли в область социальной психологии, по-моему, немножко не наша тема. Давайте возвращаться к нашим целителям. К нашим целителям. И экстрасенсам. Да, Михаил, пожалуйста. Ну, собственно говоря, мне больше интересует, конечно, Тозер с его экстрасенсорными способностями. И чего он может определять. Все-таки это как-то выходит за пределы того, чего нас обучали. Того, чего мы должны там знать и понимать. Скажите, как может человек развить свои экстрасенсорные способности? Для того, чтобы, ну, они просто помогали бы. Освободиться это как? Освободиться от алчности, жадности, освободиться от неких иллюзий, от неких, как сказать, вещей, которые в человеке не мешают. Он должен быть целеустремленный, но он должен быть искренне, честный по отношению к себе. Ты должен, не важно, куда ты идешь, не важно, что ты делаешь, но ты должен сделать так, как всегда надо делать, как будто для себя. Что ты туда вернешься. По-русски сказано, не пройду в колодец, где ты воду пью. То есть всегда, если ты освободишься от всех вот этих стереотипов, которые нас окружают, и это очень трудно. Очень трудно прощать кому-то. А почему, говорит, прости, я ему никогда не прошу. Но ты же, Господь, если ты научишься простить хотя бы кому-то, человек сам спасается. Почему спасается? Потому что если он простил кому-то, он уже, человека это не существует для него, он уже не занят мозг этим человеком, его жизнь освобождается от этого человека, и у него открывается возможность что-то другое увидеть и воспринять в жизни. Поэтому надо прощать тому, который неправ. Если он хочет, вернется. Не хочет, не надо. Но те освобождаются от этого нехорошего грязи. И себе простить. И не надо копаться в себе. Начинать себе, потом другому. Это очень трудно. Это стереотип. Тодор, я на секундочку перебью. Я хочу сказать, подчеркнуть, дамы и господа, что прощение на самом деле, это один из самых сложных процессов любой психологической составляющей. Потому что иногда нам очень часто кажется, что мы прощаем. На самом деле мы просто гордимся собой. Я ему простил. Думаем мы о себе, а не о том, кого мы действительно простили. Ты знаешь, ты не представляешь, какая свобода, когда ты кому-то прощаешь. Но это нужно понять. Это просто полет. Это такое удовольствие. Это самые тоненькие моменты на кончике иголочки. Когда ты нашёл тот способ, очень трудно. Я не говорю, что это легко. Взял и простил. Нет. Это искать каждый случай сам по себе. И вот это уметь найти, вот этот аргумент себе найти, простить. Аргумент. Почему ты простил? Почему? Ради чего? Я нахожу аргументов. Трудно, да. Но прощаю. И вот тогда я получаю свободу. И этот человек исчезает. И появляется другую возможность. Это как даётся возможность что-то другое в жизни узнать. Если я не прощу, мне это тянет за собой. Я не могу. Но постоянно мне мучает. Оно постоянно мне, вот, я ему не простил. Вот он мне нагадил. И вот я вот живу, вот эти, теряю свою энергию туда. Зачем? Вот я и говорю, когда человек научится освобождаться от этих стереотипов и много мелких дел, тогда он может войти в другое пространство, тогда он может увидеть что-то, почувствовать, каких-то амбиций убрать. То есть очень много вещей с собой просто снять. Забыть про материальные ценности каких-то там. Да, они нужны. Да, это хорошо. Да, надо стремиться. Но совсем не надо стать рабом ими. И то есть многие-многие моменты, и тогда освобождается, как говорится, какой-то дорога освобождается воспринять мир, воспринять природу, которая тебе всё вернёт. Ты почувствуешь. Я же в прошлый раз говорил, для чего нам деньги? Чтобы получить удовольствие. Купить себе удовольствие. А мне, я наоборот, стараюсь получить удовольствие без денег. Не зарабатывать деньги и получить удовольствие. Я хочу сразу получить удовольствие от того, что я делаю. Сейчас мы краем, как раз такой момент откровения, сейчас мы краешком коснулись той проблемы, которую я чувствую в себе как раз. У меня такое полное ощущение, что за последний особенно год, я как бы вместо того, чтобы воспринимать всё нормально, как бы всё окружающее пространство, я замкнул себя на себе же. И вот я сейчас думаю, как от этого избавиться. Это очень важный момент. А у меня получилось такое, что вот я и вот я опять. От себя и в себя назад. И такое ощущение, что вокруг нет ничего. Ну, надо выйти, надо понять ещё что-то другое. Надо выйти, да, из себя немножко. Потому что у меня такое ощущение, что я на себе же и закрулся. Говорил, что у тебя там проблемы с каким-то человеком, что-то, что-то, не помню даже, что сказал. Что-то мутня какая-то была. Нет, сказали насчёт... Но мы даже разговор в этот день тогда не вели. Я просто отменил его. Ну, в твоей пользе. Не в чьей пользе просто этого процесса не происходило. Мы поговорили, что этот человек, как бы, не надо ему верить. Вот. И я просто снял этот разговор с повестки дня. Ну, значит, тогда... Наверное, я размою пользу. Тогда это не нужно было. Тогда не нужно было. Потому что я этим путём не пошёл, да. Да, если бы нужно было, он бы доказал бы. Так что спасибо Тодору, что я не потерял время на этом. Ну, пожалуйста. Ну, хорошо. Так, может быть, какой-то вопрос будет такой посущественнее. Ну, не знаю. Что случится, что делать? Сегодня я такая мысль написал, что всегда надо не забывать, типа, о том, или быть осторожным, да, скорее всего, быть осторожным о том, кому открываешь глаза. Потому что этот человек потом когда-нибудь может тебе изглазить. Это такое образное понятие, как сказать, чтобы в этом заключено очень много информации, в смысле того, что открываешь человека глаза, не в буквальном смысле, а даёшь человеку какая-то возможность. Что-то ты его учишь, что-то помогаешь, что-то даёшь ему путь, что-то ему дал пищу. То есть много, да. И потом этот человек, когда ты ему всё это дал, старался, да, не просмотрел этого человека. Ты просто по своим человеческим качествам надо делать добро. Вот я делаю. Ну, тому ли ты делаешь это добро. Тодор, можно вопрос? Вот на самом деле, я сейчас сказал конкретно, и очень хотел бы узнать. Всё пытаюсь задать, и всё никак это самое. Тодор, сконцентрируйтесь сейчас на мне, пожалуйста. Как вы видите мою личную жизнь в ближайший год? Что с ней будет происходить? Мне просто очень интересно. Прямо в эфире, прямо в эфире так и писать. Прямо в эфире, ничего страшного. А всё скрывает, да? Тут все знают, да, поэтому, да, в каким направлением я иду, да. Но мне просто интересно, что с этим будет. Сейчас у нас 25 тысяч человек слушают, сейчас они всё узнают. И ты очень нервируешься, когда с тебя всё что-то спрашивают. И то спрашивают за какие-то мелкие, каких-то вот, ну, просто, ну, неразумные вещи. Точно. Тебя дёргают, ты вообще нервируешься всё это всё. Вот тебя вот бесит просто. Ну, какой-то хренатень тебя спрашивают. Ну, зачем? Что, не взяли вы сами не можете или не знаете, или что? Вы сидите, вам дайте стакан воды. Идите, налейте. Что ж, образно говоря. То есть за вещи, которые вообще тебе не касаются. Просто люди привыкли тебя иметь, использовать. И тебе начинает это бесит и раздражать. Тебе надо как-то... Так он спрашивает про личную жизнь. Частично это правда и там. Но неважно, да. Я слушаю. Ну, надо, как говорится, освобождиться. Вот когда освободишься немножко от этих дела, быть более строгим, более чётким, отвечаешь за то, что конкретно делаешь, а это уже надо ему воду, кому надо, он сам себе нальёт. В Болгарии поговорка есть. У кого есть борода, пускай себе ищет парикмахера. Вот. Поэтому это не твоё дело, что у него борода есть. Надо концентрироваться на себя, на своё дело, что ты делаешь, и получается результат от этого. Но это немножко не то, о чем я спрашивал. Потому что я всё-таки... Ты спрашиваешь в будущее. А я иду сейчас в будущее. Нет, он спрашивает другое. Вот освободившись, ты увидишь своё будущее сам. Я не могу его тебе прогнозировать. Нет, я спрашиваю немножко о другом. Я именно о личной жизни спрашивал. А вот именно вот когда ты снимешь этот огруз... Про женщину спрашивал. Про женщину. Вот эту женщину, как ты её, когда ты загружен всех вот этими делами, ты её не видишь, даже и женщину. Ты пытаешься... Тебе кандалы, тебе кандалы. Работа, связи, друзей. Туда, сюда. Там вопрос, там вопрос. И всё. Есть в этом логика определённая. Есть. Вот когда освободишься, ты откроешься в себе, и ты увидишь человека совершенно по-другому. Скажешь, как я раньше-то не видел. Ну, я как раз раньше видел, да. Здесь-то я видел другое дело. Ну, я понял, да. В принципе, месседж, да, ясен. На самом деле, как бы... Тебе надо человек... Не то, что там нету ничего. Ты по своему характеру... Человек импульсивный, энергетический, шустрый, бегаешь туда и сюда, и что там... Энергия у тебя пылает и пылает. Тебе надо человеку погасить энергию. Если ты как огонь, тебе надо вода. Женщина спокойная, как вода, которая всё, как говорится, гасила и успокаивала тебя. Потому что ты человек добродушный, хороший, но твоя вот эта энергетическая спыльчивость... Не спыльчивость, по-другому сказать. Выброс, как вулкан этой энергии. Её надо гасить. И поэтому тебе не нужна женщина-вулкан, тебе нужна женщина-океан. Хорошо, хорошо. Иначе два вулкана... Я полагаю так, что в таких, скажем, вещах человек слушает, но всё равно делает по-своему. Чтобы мы не говорили экстрасенсы, ясновидящие, астрологи, психологи... Он всё равно сделает так, как в таких конкретных вещах. Поэтому это, ну, информация и информация. Хорошо, Тодор, скажите, на более глобальном, что ли, уровне, ну, что произойдёт у нас, такой вопрос странный. Вот в Израиле сейчас что-то там происходит, какие-то вот арабы с ножами там бегают, ни с того ни с сего стали бегать. Что там происходит, расскажите. Когда закончится всё? Отнять ножи у арабов и всё в чём-то. Просто и всего, да? Так они не отдают. Пожалуйста. Ну, тогда надо дать всем арабам раздать ножи. Они между собой. Этим раздали. Они этим и занимаются там, походу, да? Вот как раздача. Раздача ножей уже произошла. Да, только надо дать их разными. У одних хороших, у других плохие. Нет, нет, не так. Им надо, Тодор, дать ваши ножи. Они для других целей. Когда человеку даётся неравнозначное оружие, два одинаковых людей, неравнозначное оружие, то обязательно эти захотят забрать у других. Пойдёт на конфликт. Да. Это война была. Первая мировая война. Сделана помощь с Америкой. Вторая мировая война помощь помогала и тем, и тем. Ну, это же закон природы. Тем более сейчас то же самое. Неравнозначное распределение оружия. Так что надо им дать разные ножи. Они сами решат вопрос между собой. Используют американскую технологию и тактику ведения войны без солдатов. Ну, хорошо. Это уже в области политики. Были бы возражения, но не буду туда лезть. Это не тема нашей программы. Ну, что будет? Я недавно писал гороскоп. А вы ещё и астролог, Тодор? Я не знаю. Не, не гороскоп писал. Ну, просили меня сказать, что будет на следующий год. У меня что-то потянуло. Предсказание. Предсказание, да. Мне на следующий год. У меня аж потянуло на три года вперёд. Если на четыре. От трёх до пяти. Будет, простите, где? На каком-то журнале. Обе региумаги. Я имею в виду, будет где, в каком регионе, или в мире, или в Москве, или... Да, всё. Образно всё просили. Да. Ну, короче, я вот вошёл в такую систему, что... Бонадеос. Ну, как сказать, образно. Глобально по всему миру будет очень много локальных войн. Мелкие локальные войны. Много разных. И это будет где-то идти от трёх до пяти лет. Ну, по-моему, это ещё и Баба Ванга предсказывала. Я не знаю. Они на Баба Вангу всё что угодно могут приписать. Тем более, это был коммунистический режим в те времена, когда это говорило. И после этого тоже невозможно было. Она всегда была под охраной. И чтобы она сказать что-то такое глобальное, это я очень сомневаюсь. То есть... На самом деле, Тодор, волнует всех только один вопрос сейчас. Насчёт локальных войн здесь понятно, что... Как оно происходило, так и будет происходить. Ещё не все мелкие очаги конфликтов, так сказать, с точки зрения политологики. Это начало, ещё не разгар. Так вот, самый главный вопрос, который возникает, и все сегодня аналитики себе задают. Будет ли глобальный конфликт очередной в мире? Нет, он никому не выгоден. Ага. Это... 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 Все вопросы, Ярослав, решены. Да, я понял. Я понял. Вот это самое главное. Вот теперь в карт-бланш вы теперь всем и рассказываете. Это шикарнейший бизнес. Мелкие локальные войны, и всё. Они у тебя покупают, и эти покупают, и эти покупают. Ну и беритесь всё. Хорошо, дорогие друзья, у нас время уже, так сказать, поджимает, и надо нам заканчивать нашу программу. Тодор, как всегда, было здорово, замечательно. Ну, мы собираемся... Правда, у меня был ещё один... Можно короткий вопрос ещё? Тодор, смотрите, вот вы сейчас сказали, ну и пусть дерутся, и у меня сразу же созрел вопрос. Вот, предположим, там, доктор-целитель, всегда говорят, что он должен быть добр, к пациенту, и он лечит и умением, и своей добротой. А если мы говорим о ясновидящем, то у него, наверное, нет никакого отношения к тому, что происходит, или к тому, что он видит. То есть ему не требуется какая-то доброта определённая, какие-то духовные, душевные качества. Он получил неизвестно откуда информацию. Он сказал эту информацию. Плохая она, хорошая, его, наверное, не волнуются. Я не утрален. Я что ощущаю, что увижу, то и говорю. Я свидетель, я переводчик, я перевёл и передал. Ну смотри, просто, битовухи, да? Водка одна, бутилка одна. Она на всех. А потом люди дерутся. Воюют. За что? Ну, то же самое. Теперь возьми всё это глобально. Вот это и всё. То же самое происходит. Причём тут водка? Причём тут оружие? Причём интересы? Но я не про интересы говорю и не про политику, и даже не про водку. Я говорю просто ощущение Тодора Тодорова, когда он получил, предположим, про кого-то отрицательную информацию и должен её или озвучить, или по доброте душевной не сказать этому человеку. Я не скажу. Я вот часто спрашиваю, женщина спрашивает, изменяет ли меня муж? Конечно, я не скажу. Я что, больной? Вот. Поэтому всё-таки отношение к пациенту, скажем так, есть какое-то. А не просто озвучивание информации? Что получил, то и сказал. Нет, я очень фильтрирую. Не дай Бог что-то не так сказать. А потом я стараюсь молодыми людьми где-то до 21 года, ничего, там 22, даже и старше, ничего такого пытаюсь успокоить и что-нибудь, потому что она там вся в сёпле, вся в ужасе. Я вижу, что у неё парень обманывает и что у неё кидает и всё. И я пытаюсь её каким-то образом обмануть, успокоить, что будет когда-то хорошо, чтобы она перешла тот этап волнения. Потому что если я ей скажу правду, я не уверен, что она не возьмёт прыгать с балкона. Дальше переписка у нас есть, есть, вычислить меня не проблема. То есть получается, я буду способствовать в том, что человек взял, покончил с собой, потому что я ему сказал истину. Это тоже опасная штука, поэтому надо думать, что говорит в первую очередь. Вот это есть такая, как сказать, психология ещё и нравственная культура и многое-многое-многое. Не дай Бог ляпну что-нибудь не то. Человек сказал жене, что муж изменяет. И всё. Ну, поизменял, поизменял, но он любит свою жену. Ну, был, закончил и опять живут. А я скажу, всё, будет развод, развал семьи, всё. Я порчу жизни людям. Зачем? Да, вот теперь я понял, как бы нравственную основу в данном случае. Спасибо. Это вещи я не трогаю, я всем отказываю. Такие вещи не говорю. Спасибо. Спасибо, Тодор. Спасибо, Ярослав. Спасибо. Время на этом у нас уже подошло к концу. Ну, и мы встретимся с Тодором Тодоровым в следующий вторник. В это же время час дня Чикаго, два часа дня Нью-Йорк и девять часов вечера будет в Москве. Ну, если какая-то будет неожиданная у нас, скажем так, проблема, то мы оставляем за собой возможность побеседовать с Тодором вне, скажем так, вне наших очередных эфиров. С большим удовольствием. Спасибо большое, Ярослав, Тодор. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. До свидания, Ярослав. Встречаемся здесь же. До свидания, Тодор. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok